Привет, я Даша. Здравствуйте, Мелидия. Традиционно совместно прочитанное за сентябрь 2015 года. Это было две книги. Это Джоан Роулинг «Сказки Барда Бидля» и «Диана Лампид. Уснуть и только». Ну, начнем, наверное, со сказок Бидля. Это «Дара-да», те самые, в которых есть сказка про матью-невидимку, бузяную палочку непобедимую и камень, который может разглашать к мертвым. Это издательство «Махаон». Очень красиво, как что и следовало ожидать. Единственное, мне немножко перевод не такой, как обычно. То есть «Квидич» здесь называют, «Квидиш», «Профессор Дамблдор», «Думбльдор». Еще какое-то словечко тоже не вспомню уже. Ну, что ты можешь сказать? Ну, мне понравилось, необычно весьма, потому что, ну, мало того, что перекликается, конечно, с Галли Кутером все эти дела. Но есть еще сказки, я их в детстве прочитала немеренные. По-моему, все сказки, которые в мире существовали, я все их читала. Все, что в библиотеке удавалось найти, все прочитала. Так вот, вот здесь вот сказки, они совершенно, вот таких я не читала, извините, конечно. Написаны для волшебников, не для простаков. А вот, кстати, вместо маглов там написаны простаки. Да, особенно мне, конечно, понравилась сказка «Черное сердце», так, по-моему? Ой, «Черное сердце», очень, очень, очень эффект, с таким глубоким посылом. Не сказать даже, что он для этих, еще сейчас оглавление просто. А у тебя за этого она здесь вот, скрепочкой такой. Волосатое сердце видуна, да. Волосатое сердце, извините. Просто замечательно. Закладочку покажу, кстати, в тему такая. Тут с диснеевскими принцессами, Таня, ты смотришь. Да, вот, поэтому я с удовольствием, конечно, как всегда. Ну и, конечно, хотя я сейчас с лицемерия, обычно я говорю, что вот, обложка не главное. Ну, это же не мешает наслаждаться, правда, когда она особо удалась. А что обложка, чудесный обложка. Да, я говорю, я их хвалю. Я вообще очень люблю издательство Мохаон, именно за очень интересный подход к оформлению. Тут, смотрите, значок библиотека Хогвартса, плюс еще интерцик, кто подписан на меня в Инстаграме. Ну, если что, ссылка в инфобаре, те видели, что написано специальное издание с комментариями профессора Альбуса Думбльдора, перевод с рунического Гермиона Грейнджа. О, так. Вот. Это что, очень мы получили большое удовольствие, хотя сказок здесь немножко, что буквально семь, сейчас даже посчитаю, раз, два тысяча, пять. Пять сказок. Ну, комментарии. Плюс предисловие, плюс комментарии, да. И очень занятная вещь. Да нет, весьма. Мне еще, кстати, понравилась сказка про, что-то там, какой-то там хихикающий пенек, по-моему, она называется. Ну, что такое, да. А, бата, королета и пень хохотом. Тоже очень интересная. Ну, конечно, самая моя большая любовь, и мамина тоже теперь. Это Диана Лампид, «Уснуть и только». Я за эту книгу охотилась многие-многие годы и, в конце концов, нашла ее на Алипро, которую я недавно рассказывала, и оставлю ссылку. Это совершенно уникальная книга. Мы с мамой, значит, верим в инкарнацию, приселение душ. И здесь три истории. Из трех историй застает книга. Эти истории застают три разные эпохи Англии исторические. И рассказывают нам, собственно, три разные истории. Как бы разных. Тавтология, блин. Как бы разных. Но фишка в том, что души у людей из этих трех разных повестей одинаковы. То есть... Они опять вместе, так сказать. Барь-малину. Они... Ну, конечно, мы можем наблюдать с душами главных героев. Догадываться, в кого они переселились во второй, третьей повести. Так и второстепенных персонажей. И когда ты сидишь, угадываешь, что вот по таким-то чертам характера догадываешь. Там это вот тот и тот человек, это так занимательное. Ну и плюс сюжет шикарен. И концовка итоговая, она вообще просто... Просто замечательная. Да, и у них есть эмоции. Я-то, конечно, читала, когда у нас своя была книга еще в те времена. Подзабылась, естественно. Вот, давай я тебе прокомментирую. Вот мама сейчас сказала о своей книге. Дело в том, что когда-то эта книга у меня была в 90-е годах где-то, да? Да, да, да. Но потом я дала ее своей подружке, приятали. Я знаю, ты меня смотришь. Которая ее, как получено, куда-то... Ну, в общем, книга пропала. Я ее... И я ее... Это, кстати, точно такое же издание, как тогда, в 90-е. В 90-е годы. И обложка точно такая же издательство. Год издания, формулиния, все точь-в-точь. Да. Ну, да, я продолжаю. Ну, и что? Дабы не палить весь сюжет, конечно, очень занимательно. Когда, казалось бы, встречаются люди, вот уж воистину, так сказать, если суждено... Если вы совсем разные, разбойник и, так сказать, леди и света, и любовь, и всякая разная, ну, невероятно, казалось бы. И тем не менее, вот такой сюжет, просто не отпускающий. Все так расписано, молодец, слава, конечно. Да, при том, во всех трех историях, помимо того, что мы узнаем души, у которых мы увидели там в первой, второй повести, мы, есть еще такой объединяющий фактор, в самом начале предисловие, ну, не предисловие, а как-то вступление, наверное. Не, не вступление, ты обычно, а в трогишек. Да, пролог, спасибо. Мы знакомы, мы видим борьбу света со злом, такую спорную, там очень на грани все было. И потом эта тема проскальзывает по всем трем историям тоже. Ну, в общем, несложно сказать так, чтобы не испортить вам удовольствие чтения, потом, если вы лишитесь, я очень рекомендую прочитать, ну, вот все, что я могла сказать, я сказала. Ну, и я тоже, дабы не полезть сюжет, потому что очень занимательно, очень увлекательно. Тут все, так сказать, тут и магия, и колдостой, и вся эзотерика, можно сказать. Кто интересуется вопросами инквизиции, эта тема тоже затагивается. Да, начиная от, бог знает каких времен, и кончая уже вот этими. Примечательно, что буквально за день, до того, как мне пришла эта книжка, уникально я как раз смотрела документальную передачу об пантагенетах. Здесь это одна из повестей разворачивается именно по вправлению пантагенетов. Я понимала, о чем речь. То есть, помимо этого, когда я закончила читать книгу, на следующий день, и по другому историческому каналу, опять же, началась серия фильмов документальных про пантагенетах, уже зато другого видео этого. Ну, вы поняли. Поняли. А я так и не угадала, кто все-таки был воспоставленный, так сказать, кто покровительствовал, в суде отмазывал, и т.д., и т.д., и т.д., и т.д. И в конце идет, то есть, правда информация, что правда, что там действительно затрагивают реалии английские, и в конце идет сводка информационная. Да, историческая справка, где указано, что да-да-да, упоминается и то, и это, и пятое, и десятое, и т.д. Если кто читал и догадался, кто покровительствовал в третьей истории банди, напишите лучше личные сообщения, чтобы другим людям не это ничего не было. Вот только мне остается Бейкер, больше никто, который вечно брюзжит, но больше из ворцата кто. Да ну, он слишком стар для этого. Ну, не знаю. Ну, в книге, по крайней мере, так все это скользко, и так нигде, и в исторической, я так и не догадалась. Вот, в общем, помните, мы с мамой как-то снимали отзыв на книгу «Открытие новых земель», «Поселенцы», «Женщина в главных ролях», «Побег». Я еще говорила, что с придыханием произносить. Ну, у вас ради, что ли? Склероз замучил, да. А, ну, женское такое название. Помню, помню, господи. Озвучь, если помнишь, ну-ка. Помни обо мне или что-то? Помни меня. Или помни меня, да. Вот, помните, как, ну-ка, опять, ортология, что ж такое, как мы с мамой ее рекомендовали. Так вот, эта книга такая же потрясающая, как та. И опять же, с придыханием. Ну, несколько иное. Я, ах, лампит. Уснуть. И только. И на этой ее замечательной ноте. До свидания. Вращаемся. Пока. А дальше? Ага, у меня дальше.